Возможно ли независимое расследование убийства чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой? И будет ли Третья Чеченская война? Это несколько разные вопросы. Что касается независимого расследования убийства Эстемировой, то сразу же возникает вопрос, независимый от кого? От российских властей? От исполнителей и заказчиков? Более-менее очевидно, что так или иначе на какая-то часть российского руководства, причем на достаточно высоком уровне, это убийство санкционировало. То есть, мемориал прямо обвиняет в этом Кадырова. Но заметен, что Кадыров мало того, что президент одной из составляющих Российской Федерации, но еще и к тому же очень влиятельный политический деятель в России. И проблема ведь в том, что любые действия против Кадырова на самом деле в Москве не просто невыгодными, для Москвы невозможны, потому что сейчас у Кадырова просто своя армия. И в этом смысле как раз Третья Чеченская война. Если бы в Москве кто-то попытался снять или заменить Кадырова, стало бы в высшей степени реальней. Но кроме этого, это связано и с большим количеством других аспектов сотрудничества между Кремлем и Грозным. И, конечно, было очевидно заранее, что никакие юристы из Организации объединенных наций, из Комитета по правам человека допущены в Россию, для этого не будут. И, конечно, никакое следствие, производимое кем бы то ни было, кроме тех, кто будет заинтересован скрыть и исполнителей, и заказчиков убийства, на самом деле не будет. Другое дело, что, как с делом Старовойтовой, это может длиться бесконечно много лет, могут появляться какие-то второстепенные или третистепенные фигуры, кто-то может оказаться убит, кто-то может оказаться за границей, кто-то пропадет без вести, а кого-то, может быть, случайно и арестуют в связи с этим, может быть, и прямо имеющего к этому отношения, но в ситуации, когда будет полная уверенность, что он ничего не скажет. Независимое расследование в России не имеет никакой базы, и никакие независимые следователи, независимые юристы в Россию никогда не допускались, и допущены, конечно, и в этом случае не будут. А как убийство правозащитницы повлияло на общую атмосферу в правозащитном сообществе? Ну, я думаю, что на атмосферу в правозащитном сообществе оно, в общем, повлияло мало, потому что, чего ждать от окружающего мира, от российских властей, от чеченских властей, мы все знаем и без того, и ничем новым оно не... А Тало, другое дело, что и новая газета, и мемориал вслух заявили, что теперь убрать информацию не от кого, и что представительство мемориала в Чечне закрывается, то есть никакой информации оттуда больше поступать не будет. И этому, естественно, все будут только очень рады из официальных кругов Чечни и России, и Никола Горчения это не вызовет. Мы окажемся в еще более глухом и еще более мрачном мире, о котором мы будем знать еще меньше, чем раньше. Другое дело, что убийство Эстонировой в какой-то степени переполнило чешу терпения мирового сообщества. Оно вызвало реакцию, может быть, даже большую, чем убийство Неполитковской. Оно не просто еще раз показало, что в России царит просто террор по отношению к людям, которые стремятся хотя бы к элементарным свободам и элементарной информированности о мире, в котором они живут. Но... как бы вот показало, что русские лидеры становятся людьми, которым нельзя подавать руку, которые прямо причастны к все новым и новым убийствам. И вот это вот ощущение, которое явно царит в мировом сообществе, единственная причина, почему российское руководство вдруг несколько взволновалось, и появились какие-то заявления прокуратуры, появились некие заявления президента, появились вообще всякие попытки объявить о своей непричастности, которым, кстати говоря, никто особенно не верит. А почему бывшие президенты бывших стран, входящих в соц. лагерь, так встревожены и обеспокоены состоянием дел в России и стараются, ну, что ли, отгородиться, дистанцироваться от нас, отгородиться какой-то стеной и ищут помощи и поддержки, вот, в частности, у Америки, Европы? Ну, Господи, ну, Россия загоняет просто все страны Восточной Европы, страны Кавказа, загоняет насильно почти в НАТО. Большего сторонника НАТО чем Владимир Владимирович Путин в мире не существует. Это последовательная политика создания ситуации, при которой у всех стран, окружающих Россией, просто не остается другого выхода. Прямое вмешательство в самой грубой и, в общем, неприемлемой в 21 веке форме внутреннюю жизнь всех этих стран, конечно, вызывает самое неприязненное отношение к России, самое неприязненное отношение к российскому руководству, и, главное, вызывает опасения, что с любой из этих стран может произойти то же самое, что с Грузией, что с любой из этих стран может произойти в общем, на самом деле, то, что с Украиной, потому что украинские проблемы, конечно, это вина не только украинских политиков, и не только на сложности украинской жизни, но в значительной степени инспирируются и из России тоже. Вот так что, ну и, конечно, все пытаются хоть как-то защититься. Политика никогда не бывает идеальной, политика никогда не бывает такой уж абсолютно справедливой. Все политические лидеры в общем и выбраны своими народами для того, чтобы они защищали интересы своих народов, а не интересы, скажем, гуманистические во всем мире. Но, тем не менее, существует и ощущение взаимосвязанности, существует ощущение, что есть правила игры, которые нельзя переступать, что вред, который ты наносишь своему соседу, на самом деле скажется на твоем собственном положении. А вот это вот те соображения, которые совершенно чужды российскому руководству, и которые выводят Россию все дальше и дальше за рамки мирового сообщества. Вопрос от Валентины Толызиной. Как долго Путин пробудет у власти? Может ли он что ли быть еще раз стать еще раз президентом? думаю, что может и думаю, что главное захочет. Потому что только находясь у власти он может защитить собственную безопасность и сохранить свое положение в мире. Он поставил себя там, скажем, Горбачев, перестав быть президентом Советского Союза. Спокойно может ездить по всему миру, спокойно может играть в каких-то фильмах, быть президентом каких-то международных гуманистических и всяких других организаций и так далее. Для Путина места в мировом сообществе нет. Для него место только в России. И плюс к этому в России ему надо сохранить все, что он с таким трудом приобрет. И это можно только обладать властью. И в связи с этим будут ли сворачиваться выборы и все прочие демократические свободы? Или сейчас очень много говорят о том, что вернут избираемость губернаторов и так далее? Ну, во-первых, сворачивать в России уже нечего попросту говоря. У нас уже ничего не осталось. Ну, пока еще остались выборы президента, опять-таки, в которых все равно ни одна из непрезидентских партий принять участие не может. И уже даже, ну, не знаю, даже пропрезидентским это становится обидно. так что что же касается избираемости губернаторов, то вот это вот как раз очень сложный вопрос. И он сложен совсем не с точки зрения возвращения демократических институтов, а он сложен и с экономической, в первую очередь, и с политической точки зрения. Потому что вот эта вот присволотая путинская вертикаль за все эти годы показала свою полную неэффективность. Ну, мало того, что эти чиновники, назначаемые сверху донизу, кстати говоря, они выполняют и указания из Кремля тоже, когда они противоречат их собственным интересам. Но, главное, они неэффективные администраторы. И вот в ситуации, когда одной преданности Кремлю уже недостаточно, кризис, который во всем мире в общем, по-видиму, как-то смягчается, а в России становится все более и более глубоким, требует не просто большей самостоятельности русских регионов, но требует, чтобы там появились маломольские реально влиятельные и реально способные к управлению люди. и в Кремле убедились в том, что назначить таких людей они неспособны. Медведев в некотором замешательстве говорил о том, что у нас не хватает кадров, и у нас голуби, надо их готовить и иметь запас. Запас назначенных – это запас людей, которые будут перегрызать друг другу глотки для того, чтобы быть назначенными, но совсем не запас людей, способных к принятию самостоятельных и действенных решений. И тогда как бы вы могли оценить рекордно низкий уровень явки избирателей на выборах мэра Петрозаводска? Всего 10% пришло. – Господи, ну это просто значит, что по меньшей мере 90% искренне полагают, что от их мнения ничего не зависит. Что в России создался такой режим, при котором, как вполне внятно говорил Иосиф Виссарионович, важно не то, как проголосуют, а то, как посчитают. В одном из своих выступлений в 90-е годы вы говорили о том, что демократическое будущее вот-вот уже наступит. Ну, вот его нет, а когда же все-таки оно будет, светлое демократическое будущее в России? – Ну, вы цитируете действительно мое выступление, которое было связано с вполне конкретными неосуществившимися обстоятельствами. Во-первых, это была так и не реализованная идея создания демократической партии резко антикоммунистического толка в 89-м году, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, те люди, те группы, которые настоятельно мне это предлагали, сами же в конечном итоге от этого отказались, так ни к чему это не привело. И это было такое вот выступление у меня в преддверии вот конференции, которая так и не случилась. и это было время действительно бурной общественной жизни в России. Это было время, когда был жив еще Андрей Дмитриевич, а я думаю, что вот сейчас уже задним числом оценивая все произошедшее, я думаю, что Андрей Дмитриевич был вообще единственной надеждой России. Если я не ошибаюсь, в это время был еще жив Александр Мень, и мы еще не понимали, насколько велика утрата погибшего в тюрьме Анатолия Марченко. То есть на самом деле в это время создавались реально свободные профсоюзы, то есть в это время действительно еще и у меня лично вот опять-таки в связи с этими идеями создания той антикоммунистической платформы, место, которое занял демократический союз, оттолкнув тем самым антикоммунистическую русскую интеллигенцию от этих проблем, от этого места. Вот тогда действительно было больше надежды даже у меня, который никогда не верил в то, что в течение трех лет нам удостов в России построится Франция. Но все-таки была надежда, что хотя бы за больший срок мы впрямь что-нибудь сможем. Во-первых, тогда мы точно не понимали разветвленность щупальцев российских спецслужб, в первую очередь в сфере технической и гуманитарной интеллигенции. Для того, чтобы это понять, нам понадобилось провести множество слушаний и конференций на КГБ, и только к концу их стало что-то понятно. И, кроме того, мы не понимали степени моральной деградации существенной части русского населения, о которой было слишком мало в условиях советской власти. Об этом было слишком мало известно в то время. А между тем и тогда, и сейчас русские люди стоят на первом месте в мире по бесспорному одному показателю Министерства внутренних дел каждый год фиксируют около 300 случаев людоедства. И это вот и есть тоже один из показателей состояния русского народа. так почему же все-таки демократы не могут объединиться и по сей день и даже на выборах в Московой Думы? Ну проблема не в том, что демократы не могут объединиться. Проблема в том, что их вообще слишком мало. Проблема в том, что после бурных 80-х и начала 90-х годов, когда положение в России впрямь стало заметно меняться к худшему, наступило глубочайшее разочарование у значительной части населения. Я думаю, что в Петрозаводске 90% людей, которые не пришли на выборы, в 80-е и в начале 90-х годов на выборы приходили. они не доверяют не только тем, кто считает их голоса, они не доверяют самой возможности перемен к лучшему в России. и когда вместо демократического движения оказывается в общем небольшая, но бесконечно спорящая друг с другом горстка лидеров, понятно, что во-первых, им трудно договориться, поскольку заметных мест в демократическом движении существенно меньше, чем лидеров. С одной стороны, а с другой стороны в общем это не имеет большого значения. Как Вы считаете, Сергей Иванович, почему МИД осудил резолюцию ООН уравнивающую два режима сталинский и гитлеровский? Почему власть не признает преступления сталинского режима и не хочет как-то преодолеть это наследие? Ну, в своей родственной связи с этим режимом как раз очень простой вопрос. Она на самом деле как раз этим непризнанием и демонстрирует свои связи с сталинским режимом. Она демонстрирует возврат во многом к сталинским методам управления. Она демонстрирует возврат к сталинскому типу мышления и глубочайшему презрению к собственному народу. И на самом деле как раз демагогическое осуждение Сталина при сохранении всех его принципов выглядела бы скажем большим лицемерием. А в нашей стране сейчас уже руководство не видит нужды даже в лицемерии. Вот на днях опубликован приказ министра казалось противоречащей российской конституции о перлистрации всей переписки российских граждан. Это на самом деле шаг на который не отваживались даже при Сталине. То есть на самом деле это всегда происходило в течение всей советской власти. но скажем информация об этом приравнивалась к антисоветской пропаганде. И за это он может быть осужден, мог получить три года или даже пять лет тюрьмы. А сейчас российские власти уже не видят нужды даже стесняться того, что все демократические свободы в России попраны и ну по крайней мере не восстановятся при нынешних лидерах. Судя по недавнему визиту президента США в Россию, нет большего патриота России, чем Барак Обама. Вот как вы оцениваете его визит? Это первое. И второе, какова политика США в отношении России сегодня? Ну я думаю, что во-первых, я не думаю, что Барак Обама патриот России. Я думаю, что он патриот Соединенных Штатов. Он очень хвалил руководство России. Нет, он довольно двусмысленно хвалил руководство России. Вот конечно ему хочется скажем поддержать в большей степени Медведева, чем Путина, потому что Медведев дает себе труд хотя бы лицемерить и хотя бы говорить о свободах, чего Путин уже давно не делает. При этом Барак Обама вполне реалист и понимает, что это одна команда, а не противники. Но Обама прагматик, который встретился с очень сложными проблемами в мире, в самих Соединенных Штатах, он стремится, чтобы от России исходило проблем как можно меньше и мировому сообществу и ему самому. И поэтому исходят из довольно грустной для нас, но вполне практичной точки зрения, что мы сами виноваты в том, русские люди виноваты в том, что делается в России, что мы сами должны справляться со своими проблемами. И он не собирается обманывать ни себя, ни нас, никого другого разговорами о том, что с помощью Соединенных Штатов в России воцарится демократия. Действительно, эти разговоры довольно активно велись при предыдущих президентах и приводили к прямо противоположным результатам. Хотя бы потому, что на самом деле они совершенно не понимали положение в России во-первых, и не хотели замечать того, что им было неприятно. И, скажем, для правозащитного сообщества таким образом создали совершенно отвратительную кормушку, которой активно пользовалась и Хельсинская группа, и Мемориал, и многие другие крупные организации, которые рассказывали о том, что буквально вот завтра в России будет демократия, вот они создали целые сети демократических организаций по всей стране, которые занимаются как Хельсинская группа, сотрудничестве с прокуратурой на ведение демократических принципов и так далее, и так далее. Обманывая тех, кто грантодателей, обманывая, кстати говоря, руководство Соединенных Штатов, обманывая самих людей в России и на самом деле ухудшая положение в России. К счастью, Обама тогда уже когда стало ясно, что все это беспочвенные иллюзии, от всего этого вполне разумным образом отказался. Ухудшая каким образом? Что ухудшая каким образом? Вы сказали, что Хельсинская группа своей работой ухудшала положение в России. Конечно. Каким образом? Тем, что во-первых, всякая ложь всегда ухудшает положение. и когда сначала Хельсинская группа вообще создавала общественно-государственные комитеты при каждом из губернаторов, которые должны были существовать на деньги губернаторов, которые должны были получать оборудование и помещение от губернаторов, и критиковать их самым жестоким образом. Причем все это опять-таки происходило частью на деньги губернаторов, а частью в том числе и на гранты. А потом это было в течение многих лет очень любимое и грантодателями, и русскими общественными организациями идея о сетевых проектах. Вот это вот создавались якобы целые сети по всей России, сотен или даже тысяч организаций. Вообще казалось, что вся Россия состоит исключительно из демократов, и вообще вот-вот-вот завтра демократия наступит. Понятно, что такое Врань Юнчев, кроме вреда приносить не могло. В конце концов, сам по себе форум в Кремле с участием лидеров правозащитных организаций Путина, это вот и был апофеоз вот этого удобного для всех обмана. Из которого вот и произошло то, что сейчас произошло. Ясно. Там, наверное, надо по Чечне еще сказать, вот, по работе, да, я задавал вопросы, и вы это уже демократия. Субтитры сделал DimaTorzok